всем привет сегодня поехав в цветочный магазин я вернулась с тремя новыми орхидеями прошу не задавать вопросы в комментариях мне ирина куда вы будете ставить вы знаете это та проблема которая как-то я не знаю она сама собой решается как-то растение растворяется на стеллажах но конечно прессуются да они стоят все ближе и ближе друг другу вот какие-то орхидейки переселяются к другим своим хозяйкам новым поэтому место иногда освобождается вот и что я вам хочу сказать вот вы видите сейчас две орхидеи это первая орхидейка вот пожалуйста скорпина которую я купила ну сколько получается где-то дней двадцать назад я вам ее показывала эту красавицу у нее все хорошо она как цвела так и цветет но знаете вот восхищаясь этой красотой когда я вам ее показывала я конечно же ну просто мечтала о том что может быть когда-нибудь со скорпина у меня получится сделать групповую посадку совмещенную двух одинаковых растений в одно кашпо ну и пожалуйста я нашла еще одну такую же красавицу я могу сказать что качество растений очень очень хорошее корневая система и листики безусловно прекрасном состоянии давайте я сейчас сниму пакетик и покажу вам без отблескивания света как она выглядит ну вот она как выглядит в принципе качество хорошее на именно этом экземпляре один цветонос листики в принципе нормальные но корни конечно бомбезные вот посмотрите насколько красиво выглядит цветок своим перламутровым отливом как настоящая жемчужина которая играет разными-разными цветовыми какими-то сочетаниями радуги очень красивая перламутровая орхидея когда я вам первый раз показывала свое растение очень многие говорили о том что действительно ирин правильного говорите что в домашнем цветении это орхидея шикарно и нереально у нее очень красивая тыльная сторона цветочка от этого производителя вот в этот раз производитель джи импи ну в этот магазин магазин привозят только пока этого производителя сейчас стали от других производителей привозить орхидейки но купила потому что в принципе качество хорошее и растение в магазине не залито вот как выглядят корни прям тут написано да скорпина скорпиночки теперь у меня две названия конечно у нее очень такое интересное но тем не менее цветок очень эффектный поэтому теперь у меня есть подружка у моей скорпина которую я у которой я частично меняла грунт добавляла к старому грунту новую кору все делала как положено она у меня уже без торфстакана ни один цветок спустя 20 дней после того как я работала с этой орхидейкой не завел то есть все замечательно стрессоустойчивая барышня но это самое то что нужно вот теперь но это знаете как бы вступленица наверное да сейчас я вам покажу нечто необычное что сегодня просто ошеломило мое воображение и вообще то впечатление которое я испытала когда я увидела так давайте вначале вот этот цветок я вам покажу посмотрите вы сейчас наверное скажете рено и беленькая девчонки вы посмотрите от этой губы можно просто сойти с ума практически черная губа с леопардовым окрасом а усы просто какие-то сумасшедшие они мне напоминают усы знаете вот есть я даже даже вот какого-то такого большого-большого насекомого сейчас на ум ничего не приходит снимаю я упаковочку и мы вам показываем дальше растения вот вот эта красавица без пакета но теперь разглядывайте разглядывайте ее шикарную губу я когда увидела вы знаете много беглипов было на привозе большой большой выбор но беглипы у меня в коллекции могу сказать что так достаточно хорошо под собрались есть очень красивые экземпляры и я долго думала какой же мне купить либо беглип либо действительно вот эту красавицу у которой вот этот настойчивый плотного окраса вот эти вот сам ротик да или кто как как угодно до центр растения серединка и вот эти усыщи какие-то просто сумасшедшие на орхидеи 3 цветоноса я вам могу сказать что качество орхидеи просто на 5 по крайней мере то что сейчас я вижу производитель тоже gmp давайте мы вместе с вами опустимся вниз и посмотрим листики и корневую систему убираю я берочку от этого производителя вот как выглядит корневая система торфяной стакан слава богу находится на поверхности я в грунт к этой орхидее лезть вообще не собираюсь в принципе посмотрите составе грунта ну вот на поверхности много коры есть какой конечно вкрапления кокосовых и каких-то чипсовых компонентов торфяных компонентов да но корневая система великолепная поэтому переворачивать менять частично грунт у этой орхидейки и я совершенно не буду этого не требует ситуация потому что я вам часто рассказываю да есть действительно целесообразность в изменении грунта частичным а есть полное отсутствие какой-то необходимой работы с растением с орхидеечкой поэтому смотрите орхидея получается давайте мы сейчас немножко вниз на шейку на стол в растении опустимся я вам покажу как орхидея располагается в горшке она располагается как бы на кочке это самый выигрышный вариант вот здесь сейчас буквально пинцетом вот так убираю поверхностный торф стакан все я не буду туда лезть то есть один сантиметр вверх от орфяного стакана я уберу все орхидейка будет так находиться до какого времени она цветет она вступит в прекрасную стадию вегетации она раскуплет свои корни начнет новый рост листика например и потом но конечно же методом перевалки я пересажу растение минуя стадию стресса пост пересадочного ну вот такая вот еще одна орхидея и у меня для вас еще есть одна орхидейка которая просто меня сегодня ошеломила несмотря на не очень хорошую корневую систему я все-таки ее взяла сейчас я вам ее покажу ну и вот она красавица сейчас мы вам ее покажем поближе после того как я уберу пакет ну и вот она освободила я девицу из темницы все это не оба девчонки и мужчины это совершенно другой бегли уаба получается края такие вот они рельефные кружевные у лепестков боковых и более темная губа здесь вы видите да что насыщенный плотный элегантный цвет цветка дополняется и разбавляется очень красивой сиреневой губой в крапинку это другой совершенно гибрид который идет под и сейчас название не имеет у него сейчас только буквенно цифровое обозначение очень красив вот знаете вот букет конечно такой немаленький у него цветочки бутончики все все у него есть посмотрим насколько он стабилен насколько он стрессоустойчив вот что сейчас я с ним тоже буду делать давайте мы опустимся на листики и на корни посмотрим в принципе смотрите что меня подкупило нет поверхностного грунта это самый выигрышный вариант для беглипа и для его шейки то есть при поливах в магазине вот этот вот грунт который мог навредить шее растения будучи в пакете конечно он отсутствует здесь вот тоже торфяной стакан на поверхности это тоже выигрышная ситуация когда я сейчас вот так пинцетом убираю поверхностный торф стакан где-то в уровне одного сантиметра все в грунт я не полезу в грунте от этого производителя этот раз идет большой процент коры вместе с торфяной взвесью но ее небольшое количество здесь видно вот корешочки посмотрите полили хорошо поливали но она уже в магазине высохла давно я туда не ездила и вероятно после поступления растения они она она эта орхидея была полита какие-то корешочки я уже вижу их неестественный цвет они пропадут но я думаю какой-то процент корней конечно же останется это тестовая орхидея который тоже не имеет названия и вот эта красавица с леопардовой губой своей и темным глазом у основания колонки это тоже не имеет своего названия тоже пока написано тестовая орхидейка послушайте ну я думаю что конечно она вам понравилась я когда я увидела думаю боже были много много всяких разных беглипов и белые и с розовыми вкраплениями и чисто белые но такие у меня есть коллекции конечно сейчас хочется заиметь такие экземпляры которые ну сами понимаете тест то есть это еще тот сорт который совершенно недавно был получен даже не имеет названия вот при повторном цветении конечно там у садовников когда он начинает даст такое же цветение орхидейке дается конечно имя вот ну что вот такие красавицы у меня что мне вам еще показать больше показать нечего и так я настолько сегодня про просто летаю потому что ну как то вот например скорпини до купила я подружку я думала про этот я конечно была немножко расстроена когда я покупала первую скорпина я думаю почему она только одна конечно такой цветок крупноцветковый он будет очень хорош в групповых посадках вот ну а эти красавицы тоже конечно же с удовольствием я думаю разбавит мою насыщенную полную коллекцию орхидей вот появляются новые сорта естественно появляются новые хотелки ничего с этим не сделаешь мы с вами вообще архолюбы сумасшедшие люди в хорошем смысле этого слова стремимся к красоте изысканным цветам красивым пытаемся с ними договориться подружиться и я думаю что конечно же стало у нас вместе с вами что-то получаться на сегодня я буду заканчивать свое видео и хочу пожелать вам всего доброго здоровья и благополучия всего вам самого-самого наидобрейшего всем пока пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok